Аквариум пресноводных рыб находится на Монастырском острове в городе Днепр. Был открыт в 1986 году. Это одно из крупнейших в Европе заведений такого типа, где можно увидеть уникально видные пресноводных рыб самых разнообразных форм и размеров. Само заведение состоит из 20 аквариумов объемом 20 кубических метров, которые проживают пресноводные рыбы из Центральной и Южной Америки, Азии, Африки, Индонезии. Ну а в самом центре размещен большой туннельный аквариум на 100 тысяч литров, населенный представителями водоемов Украины. Меня, конечно, впечатлил этот аквариум с милыми черепашками, но и крокодил. Живых крокодилов я видел только в Египте и в Индии, потому что в Европе и Украина, к сожалению, здесь без исключения, крокодилы лежат как бревна, не подавая признаков жизни. Может быть, мне, конечно, просто повезло, но здесь крокодил действительно передвигался по своему вольеру, открывал пасть, закрывал ее обратно. Можно было изучить содержимое его глотки во всех деталях. Так что я думаю, детям очень понравится. Да что там детям, и взрослым будут в восторге. Большой туннельный 100-литровый аквариум. Как для меня задумка, конечно, хорошая, но не достает все-таки подсветки. С другой стороны, украинские водоемы, они все не отличаются прозрачностью воды, так что, в принципе, все это природно. Музыка. 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 Здесь в аквариуме, кстати, можно увидеть пираний, широко разрекламируемых рыбок. Ну, с виду они белые пушкостые, акварный характер мы их знаем. Но очень симпатичная панцирная щука, я думаю, действительно реликтовый представитель семейства щук. Ну, и еще я отметил стерлядь, который находится, к сожалению, на грани исчезновения из-за черной икры, которая она дает. Так что, нужно посмотреть на эту, действительно, шикарную рыбу. Аквариум, конечно, достоин посещения. Самый главный его минус. От набережной, то есть от ближайшей остановки общественного транспорта, или куда вы можете подъехать своим транспортом, там есть парковка, до аквариума один километр, даже, по-моему, немного больше. То есть, до аквариума вы можете добраться только пешком. Потому что Монастырский остров, это пешеходная зона, закрытая зона, и даже проехать на автомобиле вы можете только иметь специальный пропуск. Поэтому ни на такси, ни на своем транспорте вы до аквариума, к сожалению, добраться не можете. Поэтому, если у вас маленькие дети, либо людям, которым просто тяжело ходить, добраться до аквариума, это проблематично. Больше километра туда, больше километра обратно, вот это, как бы, самая главная проблема. Кстати, аквариум работает и зимой, как ни странно. Но, опять же, зимой темнеет рано, в 4 часа уже вечера темно. И в темное время суток этот район, ну, не самый благонадежный, я бы сказал так. Так что, возьмите это во внимание.